Все равно, вот видите, что творится? Вот эти все перекладины, они все в труху. Все в труху. Вон, видите, ребят, что происходит? Можешь чуть посмелее. Так. Это у нас идет трещина. Такая же, аналогичная. То есть с этой стороны, вон, видите, что творится. Это шляпная, да? Или нет? Сейчас, что-то, блядь, в лоб не отлетит. Или, или. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, отдохни и послушай, что я скажу. Я тебе дал, но сегодня я ухожу. Я сказал, успокойся и рот закрой. Вот и все. До свидания, черт, с тобой. Я на тебе, как на войне, на войне, как на тебе. Но я устал, а хочешь бой, беру порты. В общем, ребят, съездили мы в магазин, закупились на 6565 рублей. И плюс еще одну баночку купили в другом месте, потому что не хватило, на 1300. Итого 6600 плюс 1300. Сколько? 6600 плюс 1300. 7900. 7900, да. 7900. Почти 8000, ребят. Охренеть, короче. Вот. Что мы купили? Вот такая вот автоэмаль Вика. АК-1301. Черная. Значит, к ней у нас идет такая вот баночка. Ой, нет, это отвердитель для эпоксидного грунта. Да. К ней у нас идет... Вот. Акриловый универсальный отвердитель для краски. Это вот так вот комплект, да? Вот. Потом... Ну, это вся вот расходка, это понятно. Такая вот штука преобразователь ржавчины, несмываемый, который у нас. Да? Так, а где же у нас этот? Самое-то главное. Во! Эпоксидный грунт, ребят. Реофлекс. Вот такой вот мы приобрели. Тоже с отвердителем, насколько я понимаю. Колбасных обрезок. Да, вот. Отвердитель для эпоксидного грунта. Ну, и здесь уже всякий там растворитель. Растворитель промывочный. Растворитель R12. Я в этом ни хрена не понимаю, но... Спасибо огромное... Маляру. Короче, Роме, который с нами съездил и все, выбрал. Посоветовал, что нужно купить, короче. А это что за какие-то штуки они? Слушай, я не знаю. Это, скорее всего, ну, может, краску тут проливать через них. Ну, типа... Воронки. Фильтра, воронки какие-то, наверное, да. Вот. Вон синий, вот это что за бумажки. Это просто полотенце. Безворсовый ветошь. Типа такого что-то. Я, если тебе интересно, по позициям прям могу быстро пробежаться. Вот. Эпоксидный грунт Reoflex. Автоэмаль Вика. Отвердители. Растворитель, растворитель. Емкость для смешивания краски. Лейка. Лейка это называется. Одноразовая. Размер ячейки 125 микрон. Нетканные салфетки. Повышенную прочность для обезжиривания. И преобразователь ржавчины. Усё. А он, типа, не смываемый? Да, его не надо вымывать водой. Потому что преобразователь ржавчины, его нужно потом... Ну, смывать. Некоторые. А этот прям можно это самое. Пробрызгать и оставлять. А что он, типа, смотри, интересно. Ладно, это потом посмотришь. Да, потом посчитаешь, короче. В общем, ребята, вот, блин, удовольствие, я вам сразу скажу, не дешевое. Но вот автомобиль стоит, да? То есть, вот, можете на его примере посмотреть. Он сделан по принципу по такому же, как и мне сейчас делают. То есть, здесь был эпоксидный грунт. Ну, от пескостроена. Нанесен эпоксидный грунт. И после этого покрашен акриловой краской. Вот. Прям плюсы какие. То есть, здесь платформу, говорит, затаскивали. Краску сцарапали. А эпоксидный грунт, он как стекло. То есть, в два слоя. Ничего ему не случилось. Смотри, печка какая. Нифига себе. То есть, отопление, ребят, солидное. Мощная стая. Петюшечка. Вот. В общем, пойдем посмотрим, что у нас там получилось. Вот. Хрена себе, они медные. Вот. И местами медные. Да я уж прикалываюсь. Блин, такие рыцарные, конечно, остались, смотри. Блин, номер смотри. Обануться. Почему это? Там вин номер тоже рамы видно хорошо. Ой, надо же, я теперь хотел узнать свой вин. Не по документам проебал. Ну вот сейчас можно посмотреть, где, да, какие у нас. А, я пока мелочи делаю. Вы там посмотрите. А вот этот край глянь, вот этот. Замазнусь. Это вот, это вы, это выбило оттуда. Ага. Рыжье, это пыль. Сейчас порох. То есть, вот это вот тоже ничего страшного, да? Вот тут по кромке идет. Кромку сделаю. Я не вылез просто на эту сторону. А так-то, слушай, я даже тут растерялся. Не знаю, что смотреть. Вот эти вот надо смотреть или не надо? Вот, крат. Вот я как раз об этих нюансах говорил. Просто я не знаю до какого часа. Вот должно быть вот так, без этих всяких. Да, вон вин номер. Смотри-ка, смотри-ка, у тебя тут, а вот внизу по кромке. Что-то не, или ты так это? Только кайтика осталась. Чуть-чуть, просто смотри. Делаем. От этой-то, от ящика-то все-таки осталось. След, да, я тебе говорю, это от ящика то, что гнили. Проржавело, маня. Если тебе отсюда тоже все выбило. Слушай, а вот, ок, смотри-ка, это вот что такое? Это чешуя как раз-таки. Это вот как раз-таки отслоение, да, вот эти? Да, да, она ржавеет. И самое смешное, что ее, сука, выпирает. Бывает, туда еще попадает вода, а зимой эта вода замораживается. А ее отсюда? Ага, замораживается, и ее, блядь, вот так вот. Слушай, а ее отсюда уже никак не зубильцем, ничем, да? Ну, отверточек тоненький, аккуратненько тюк-тюк-тюк делать. А если я сейчас так сделаю, то, наверное, люфт появится. Честно, секрет, я знаю, что это такое. Так, яичко. Ничего себе с этим сделался. Сюда прям берешь, нахуяриваешь. Любая кислота, она выедает от этого пельмящегося. Ага. Это щелочь. Вот, авиатор, вот, вот здесь еще надо пройтись. Ну да, вот в этих кусок, которого водушка. Это не кусок, это камушек прилипший был. Скорее всего. Впрочем, какая песочка сейчас диски с баком. Я отдохну морально и физически. Ну, вот от этих вот червячных дел. Посмотритесь. Там можете полшага назад ее откатить как раз. Посмотрите, а кордон, может, не весь пробил тоже. В общем, вот. Слушай, а еще, знаешь, получается, если, например, вот это вот оставлять, ничего не ковырять, то краской просто закрасите и все, но... Так-то, да. Вы хотите законсервировать после того, как закраситься? Ну, ебнется-то, что-нибудь. Такое интересное. А что? Может, там пассать. Пассать это, блядь, кислота. Агрессивная среда. По-хорошему. Конечно, что это сделать, нужно добрать. Ну, она с этой, с этой, там, уже или пять. Вот с этой, да? Конечно. Короче, ребят, дали попробовать. Не знаю, как это называется. Ну, типа смывки старой краски, что-то. Но она такая, говорит, едучая. А, забыл я тебе сказать, где этот стук не пульнул? Ну, керс, ну ладно. Сейчас, ебнется-то. Ах! Запомнили, хорошо. Сейчас бабах. Ух, ты ж, ебнется. Прямо красный такой. Ух, как бы диски сделал, так было. Ну, в принципе, да, я вам попрошу, может, Ромка это пыльнет тоже. Да, вот так, да. Давай, я это тащу. Слушай, а еще, знаешь, а где, куда ехать-то с ними? Сейчас, короче, едем красить диски. То есть, только красить их будем не этим самым, как его. Не пульверизатором. Ну, да. В общем, на порошковую окраску. Здесь, кстати, тоже недалеко. Два моих. Вот, а эти два. Вот они будут черные покрашены. А эти нужно покрасить светлые. Ну, серебристые, как. И дальше там. Такого. Заказ. Ну, давай, вбирай камеру. Помогай. Да, я хотел на платформу встать. Ну, сейчас. Да, класс. Прощай. Дотолкал. Типа того. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы к вам, наверное, ребята к вам оправили. Ну, я вас слушаю. Да. Можете посмотреть. Вот. Кто на вас смотреть? Не, не. На железке. На железке смотреть. Ну, слава богу. Не надо на смотреть. На вас нельзя дать. Что вы хотите взять? Вот эти вот покрасить надо. Чем? Блин. Короче, вот эти обычные черные. Две. А. Это просто черные. Черные. А этот. Мы у вас уже красили. У меня друг красил. Серебристые? Наверное, серебристые. Светло-серебристые. Ага. Ну, вот и все. И эти будут 1200, и эти будут 800. А это вот дихлорэтановая смышка, которая дорогущая. Можно просто дихлорэтан купить. В баночках про ее преды. Как связующее вещество в клее для поликарбоната. Тверхстекла используется. Если я сейчас намазю, она на солнце испаряется очень быстро. На солнце испаряется. Видишь, она сразу же сейчас не происходит. Офигеть. В малых тарах я ее не видел. На канистру мы в прошлом году до 8 рублей. А почему нет? Вообще, вещь хуй не надо. Учится прям. Видишь? Ты записал на видео, как правильно называется? Пока она мягкая, ее лучше сразу содрать, чем это. Чем-то ее щеткой будет гонять вместо смолицы. То есть ее сейчас уже можно сдирать, да? Ну, это у тебя верхний слой, который ты измазал до этого. А вот нижний слой, это родная краска. Вот ее не надо перед покраской забирать? Ну, если простынуть, как бы сам баллончиком больше сразу не красить. В принципе, похрену. А если вот рома? Лучше будем убрать. Потому что хрен его знает, какая там краска до этого была. Она может скучиться, слежиться. И так далее. Непроблемные места, я сейчас расскажу. Непроблемные места. Вот шов. Горловина, углы. Штуцера. И крепление без насоса. Да. Вот просто вокруг него пройдись. Вот это все барахло отбей. Вот. Здесь вот сильно не бей. Потому что я боюсь, мало ли. У тебя где лента была, у тебя прям место чистое. То есть, если даже ружье у него краску содрало, прогрызть не успел. Ну, дай бог, если так. Все, давай. Не надо открывать его, бля. Очень, короче, ребят. Значит, с помощью смывки мы поняли, что, в принципе, вактор не особо гнилой. То есть, все углы, там прям живенький металл, нормальный. Даже под этим, как они называются? Лентами. Под лентами даже все четко, в принципе. Поэтому, ну, решили все-таки немножечко так слегка его от песка струить. В общем, сейчас, короче, идет продувка от всего, от остатков песка, от всего остального. Ну и, собственно, будем непосредственно загонять ее в ангар гараж. Да? А правда, на этот преобразователь можно красить, да, получается? Он пленку взял. Да? А было, вы этого не увидите, потому что вы здесь так долго не будете. Не, я просто... Ему нужно постоять до высыхания, а потом увидишь, там пленка такая оксидная, получится. С тех, чем счистишь, даже шкурку не берет. Склазных нету. Глубаки, но не склазные. Ну, я надеюсь, он выйдет. Тут вообще это все как новое. Здесь тоже глубокое, очень похоже на склазную. Так, проволочку, да, сейчас, говорят маленькую. Оп! Все. Вот. Ну, что, перевернутая была? Да. Бензин. Бензин. Понюхай, понюхай, правда, вытекает. Бензин. Подожди, подожди. Там прям откровенно. Да это отсюда вот пахнет, вот с этого. Ну, не внизу же. Иди, наверх выветривайся. Нормальный бак еще не стал. Вот, блядь, смотри. А, ну, вот это, да. Вот, блядь, меня-то не наебешь, наверное. Вот я говорю, блядь, все, пиздарики, фонарики. Нет. Оно так и было. Просто, посмотрю, никому этого не видно. Это не от этого. Сейчас закатим, пойдем это, купим, все, перекусить. У меня фор мультибольт артур. Ну, вопрос, здесь она нормальная или нет. Как, 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 ты меня не увидишь. Короче, мы толкаем, мы толкаем, а ты же стекулируй. Более-менее. Как-то тихо, машина едет. Тесла. Да, он такой, пленочкой превратился, белый он такой. Чего? Вот этот преобразователь ржавчины, не смотри, смотри. Какой-то такой сопливый белый. Вот такой. Не, я просто не пойму, что это. Не говори дальше. Вот это вот, что такое? Металл? Металл какой-то кусок. Я думал, может быть, вот этим просто. Нет, я ничего не делал. Это хуйня. Вот я про это же. Ручки. Резинка какая-то. Что мы сейчас делаем, короче, по спецкоструйке? Продули. Продули все. Сейчас обработали... Преобразователем? То есть сделаны стыки, да, преобразователем. Невымываемый. Или как? Его не надо. Не смываем его. Сейчас у нас, когда подсохнет, я его щеткой железной сотру. Он потому что такой налет. Ну, что-то в пленку превратится, а что-то в налет. Потом обезжирю. Ну, я обезжирю сейчас уже. Обезжирю все это. То есть только в внешней поверхности, где мы руками трогали. Потому что туда мы не лазим. Ну, по крайней мере, я не видел, чтобы лазил. Ну, вот. И буду мешать краску, грунтовать начнем. Мясно. Сначала грунтом, да, ты говоришь, эпоксидку? Логично. Просто смешно. Ты что, какой грустный-то? Вот так вот. Ты за бензобак все? Бак поют покупать, что ли? За бензобак все пережил? Ну, ладно, не переживай. Ну, нормально. Ладится. Ну, ладно, не переживай. Значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет с церебристым крылом. Тот летая, оставляя земле, и жди. Ну, в общем, все, ребят. Процесс покраски начался. Сейчас, в данный момент, наносится на рамы эпоксидный грунт. После чего, там, в течение, он говорит, вроде часа-двух будет нанесена уже сама краска. Мы, скорее всего, этого ждать не будем. По той причине, просто, что, во-первых, ну, чтобы не мешать специалисту, это раз. А, во-вторых, там, ну, находиться, мягко говоря, не очень приятно. Меня уже маленько так подштармливает. Подштармливает, да. Да и с респиратором там все равно вонищины, я думаю. Короче, на этом, наверное, съемку прекращаем. Покажем вам уже финальный вариант, уже окрашенную раму. Мне предстоит, значит, приобрести бак. Вот, какой это будет, я пока не знаю. То есть, пластиковый, стальной или алюминиевый. То есть, у них у всех разный ценовой диапазон, разный литраж. Ну, вот, соответственно, я за выходные определюсь. Машина будет сохнуть здесь день или два. Вот, в общем, потом мне нужно будет сюда приехать с баком. Со всеми расходниками уже непосредственно. То есть, с новыми лямками на бак. Жгут проводки. Ну, жгут, в принципе, я могу и в гараже сделать. Вот. Самый главный бак. Новый бак. Ручник тоже в гараже могу сделать. Вот. Фары? Ну, фары там, кстати, да, фары надо забрать оттуда. Вот, а то их утачит кто-нибудь. Их надо забрать и положить там, где будет стоять машина, сохнуть. Так, в общем, ребят, автомобиль выгнали. Вот так вот это все дело выглядит. То есть, в два слоя. Ну, сейчас я еще у Романа спрошу. В два слоя получился или не в два. Он далековато, он так вот, ну, закрывается вот так хорошо. Ну, до переднего, до заднего крашные рессоры, да, нормально. То есть, вот такие вот подтеки, но, в принципе, про это он меня предупреждал. Он говорит, лучше пожирнее, чем, скажем так, это. Чем не пожирнее. Чем не пожирнее, да. То есть, в принципе, вот как-то так. Вообще, прям, как набью. Дело выглядит. Есть, конечно, вот эти вот все места, но от них никуда не денешься. Это надо было тогда шпаклевать. Но это, короче, не нужно. Это машина маленькая для других целей. Вот, поэтому как-то так. Но красиво, слушай, так вообще прям. Вот, единственное, за что переживаю, знаешь, за что? За что? Это то, что, вот интересно, крестовины реально ли после пескоструйки не набралось ли много песка. Вот, че-хер, вроде я продувал. Ну, мало ли, мало ли. В общем, барабан на наш почесть, наверное, будет. Не знаю, короче, как. Диски какие-то нормальные, покраски, да? Гадаю. Так, значит, ребят, что мы сейчас еще будем делать? У меня имеется пескоструйный бак, к сожалению, на него не хватило краски. Соответственно, а уехать мне отсюда как-то надо. Ну, и в принципе, отремонтировать его тоже желательно. У него из косяков, вот, под резиновым уплотнителем, под резинкой, короче, сгнило. Ну, как сгнило? Весьма условно сгнило. То есть, вот пятнышко от бензина осталось. То есть, сейчас мы вот эту полость, ну и вообще вот эти вот, я думаю, каверные, попробовать жидкой сваркой, вот этой вот, холодной сваркой, замазать, да? Ну, да. Попробуем это сделать. В общем, смешать это все дело надо. Ну, давай, начнем с большой. Вот, вот, как-то так, наверное, это происходит. Пожирнее делается. Нет, я сейчас нас туда углублю, а сейчас еще и пожирнее сделаю. Вот оно у нас. Так, а могу я вот так прям пройтись еще уроним? А это что такое? Вот может, я даже с крышечки не нашел. Или уже кусок этой палки отвалился? Вот так вот прям, холодной сваркой накрасить? Не надо, если ты переживаешь, проходи. Короче, по поводу баков, ребят. Такой бак, как у меня, заводской, оригинальный, стоит сейчас 11 рублей. 11-12 тысяч рублей. Вот. Кооперативный можно купить за 5-6 тысяч рублей. Но, но, по отзывам, весь этот кооператив, он настолько говно, что он говно. Я, в общем, повелся на поводу у своего товарища, который мне сказал, что у него машина, в принципе, одного года со мной, 2007 года. И он ездит еще с заводским баком. У него он как-то потек в один прекрасный момент. Он раскошелился, купил новый бак. Старый не стал выкидывать, бросил его на антресоль. И вот у него через 3 года потек новый бак. Он взял с антресоль старый бак заводской, подмазал холодной сваркой. И так ездит уже третий год. Поэтому я решил сразу замазать холодной сваркой и ездить дальше. Сразу подмазать. И ездить дальше, блин, с родным баком. Так, вот сюда можно намешивать еще? Это было желательно. Протер бы по поводу. Да, это правильная идея. Короче, промазали мы бак, ребят. На всякий случай, прям полностью под... Вот везде, где у меня коррозия была, рытвины после пескоструя образовались, да? Все ее обмазали. Вот. Сейчас ждем 20, ну, в идеале там полчасика. Вот. И приступаем к покраске бака. Так, ребят, значит, пока у меня будет сохнуть бак, я, скажем так, время тоже тянуть не буду. Буду устанавливать задние фонари. То есть вот купил, на этот раз купил пластмассовые, чтобы не надо было красить их. Я согласен, что они ломаются легко, но на самом деле, ребят, если металлические, например, куда-то металлическим уткнуться, там, в пенек или еще в сугроб куда-то, да? Он тоже неприятно гнется, соответственно, его надо снимать, демонтировать, там, выстукивать туда-сюда, на этом месте образуется ржавчина и так далее и тому подобное. Короче, пофигу, надо просто аккуратнее ездить, вот. А пластики, мне кажется, ну, нормальные, нормальные темы пластиковые. Они достаточно толстые, вот. К ним сразу купил, вот такие вот фонари задние. То есть у нас получается, я сейчас прям достану, ну, обычный газельский фонарь задний, что-то покажу. Он новенький, вот такой вот, такая вот красотень. Вот тут у нас отходит колодка, штекер, разъем. Соответственно, его надо в раму будет пропустить, а потом уже поженить с основной проводкой. Основную проводку я менять, скорее всего, ребят, не буду. Я ее просто на хомуты прифигачу к раме. А там уж, как говорится, на сколько хватит. Потому что я под кожурой посмотрел, там все прям четко, аккуратно. На рынке проводка новая, на хвост, вот на удлиненку, стоит 2200 рублей. Производителя, я вообще хрен знает кого-то, и П какой-то там. И само качество заставляет желать лучшего. Так, про троса ручника я вам уже рассказывал, то есть обошлись они мне в 2000 рублей. Все три покупал я, ну, считается, как бы это хороший трос, то есть это Лысковский, производитель город Лыскова. То есть вот, Лысковский электротехнический завод. Вот так вот. Это считается, типа, хороший троса. Вот. Дальше. Для бака купил вот эти вот, как они называются? Хомуты. Ну, хомуты, да. Для бака купил хомуты. Купил дешевенькие. То есть мне, по сути, надо, нужны они только для того, чтобы уехать отсюда. Но на самом деле я вот такие уже ставил. То есть, в принципе, ездил на них год 4-5. Сейчас они сгнили, я их просто оторвал, и все. Вот. 157 рублей оба. Нифига себе. Вообще фигня. Очень. Но качество, мне кажется, так себе. Говня бы какая-то. Ну, нет, вольт. Ну, я очень надеюсь, потому что, блин, все-таки бак, он вообще не маленький, не короткий. А, он вот так вот делает. Ладно, посмотрим. Вот. И, значит, что по приобретениям еще. На бак он мне сказал купить обычную грунт-эмаль 3 в одном, говорит, поржавчине возьми. Ну, там ржавчин нет никакой. То есть, он говорит, вообще не морочься. Бак у тебя, не знаю вообще, сколько еще проживет. Вот этой эмалью я тебе из пистолета покрашу в 23 слоя, и, говорит, все будет вот так вот. Вот. И еще немаловажный момент. Еще немаловажный момент, ребята. Пошлите к машине, покажу. Еще, значит, ребят, одно приобретение. Купил я ремонтные вставки в раму. Толщина 4 миллиметра. В общем, как это дело работает. Я вам уже показывал, что вот в этом месте. Давай, приземляйся. Вот в этом месте у меня имеется трещина, которую я засверливал. Да, то есть, вот у меня отверстие, и там отверстие. Засверлена трещина. Соответственно, вот эта вставка устанавливается внутрь рамы, и она с помощью себя, скажем так, стягивает вот эти вот геморройные места. То есть, например, вот это отверстие центральное, да, под подушку. Задник, ну, вот под заднюю подушку, скринь, кроме кабины. И стягивает там, где у меня также были трещины. Помните, я заваривал здесь, шлифовал, короче. Это крепление бортовой платформы, переднее ухо. То есть, оно у нас, по-моему, вот, скорее всего. Да, вот кабинная, вот платформа. То есть, ставится изнутри. Вот. Пусть это и для бака придется. Вот так. А? И бак на ней крепится. Ну, вот, вот это крепление бака. Да. То есть, соответственно, вот смотри, видишь, все четко подходит. То есть, вот это вот два верхних, это вот два верхних. Вот это вот, это у нас получается вот этот. А вот это у нас получается вот это. И смотри, они сделали овальное, то есть, специально, чтобы, ну, где-то что-то, если гульнуло, все четко. И как раз она у нас встает, встает ли, кстати. Да, она у нас, кстати, встает до вот этой вставки. Подальше чуть-чуть, вот чуть-чуть, вот так вот. Ну, примерно, да. То есть, вот здесь с этим отверстием. смотреть единственный что нюанс может быть вот такой ребят вот это вот скажем так поперечина она у нас крепится наклепки вот они соответственно в некоторых случаях то есть вот вот сюда с она будет устанавливаться здесь они должны пролезть некоторых случаях их придется просто подтачивать а кто-то менять на болты я попробую просто подточить тащи пистолет ром не забудутся никем разлигут обитых глаз зови меня в свой плен эту линию колен целовать последний раз есть кто может вам да здрасте диск вам привозили от газели на покраску две штуки одну черную другую серу пока не покрасила а сказали вам что рассказать нет не покрасила не получилось я собираюсь выходной работ не получилось пробовать это будет сегодня сделано попозже а попозже просто залогать в 5 раньше нет просто автозавода я поняла вас нет раньше ребят не сделаю потому что у меня сейчас серый идет и она никак в ваше этот не вписывается а Субтитры сделал DimaTorzok В общем, ребят, смотрите, у нас все подготовительные мероприятия уже сделаны, значит, что трубки вывели обратно, закрепили, проводку временно на хомутах я закрепил, это вот у нас питание для электробензонасоса, то есть его не забыть поставить. Значит, что? Ну, проводку, говорю, протянули парами, то есть установили задние фонари новые. Красота! Вот так вот это вот сейчас все выглядит. Они лучше, чем металлические выглядят? Ну, они лучше могут выглядеть, потому что пока новые, не знаю. Вот, то есть на хвосте проводку закреплять не стал, потому что, не знаю, может быть, во время демонтажа что-то где-то повредилось. Я, в общем, прозвоню, посмотрю, вообще работает, не работает. Вот, а там уже видно будет. В общем, пока что промежуточный этап, итог, значит, какой. Сейчас мы ждем, пока подсохнут у нас бак и вставки, то есть мы их вытащили на улицу, потому что все-таки в ангаре как-то, ну, прям, как в морге, блин, прохладный, прям вообще зябко, я бы даже сказал. Вот, когда я их забирал, в принципе, они были еще, ну, очень липкие, прям, жидкие, я бы даже сказал. Сейчас, ну, сейчас липковатый, но не так, но уже не так. Ну, в общем, в любом случае без бака я никуда уехать не могу, один хрен придется ждать, пока он подсохнет. Вот, то есть краска легла стрёмно, то есть это обычная краска 3 в 1 по ржавчине. Ну, мастер сказал вроде, скажем так, покупай не автомобильную, ничего, просто по ржавчине, бери, все нормально. Но краскопульт густую не пропускал, поэтому приходилось ее разбавлять до очень такого жидкого состояния, а жидкое состояние для нас вот скатывается. Ну, в принципе, какая она хрен разница. Мне ведь самое главное, что все покрашено, ну да, все более-менее как бы покрыто. Да, металл, металл, голова нет, нет, а уж в гараже, то есть этот бак вообще, в принципе, был приговорен, он муха прилипла, кстати, видишь. Вот в этом, блядь, конечно, минус уличной сушки, тем более, когда рядом пескоструй. Вот, ну, отнесли как можно дальше. То есть, и вот вторая вставка тоже сохнет. Ну, вставки-то как бы такое мероприятие себе, их вообще можно. Ну, их покрасили чисто, что, ну, просто заодно. Вот, в общем, сейчас жду, пока все дело это подсохнет. Вовану надо отлучиться, у него работа. Соответственно, это все дело я установлю, наверное, когда уже стемнеет, поэтому записывать тут ничего не буду. В общем, ребят, на этом первый этап галечки заканчивается. Так, обязательно, кто не подписан, подпишитесь, чтобы в следующем видео увидеть, как будет проходить ремонт в дальнейшем. Вот, но у меня к вам вопрос. Просто ко мне заезжал товарищ, говорит, слушай, а что ты фургон меняешь, сюда-сюда, тут делов-то, блин, надо две поперечины просто срезать и поменять. И у меня такая закрылась мысль, а может действительно мой отремонтировать? Что вы думаете, блин, стоит ли ремонтировать мой или заказать новый, например, да? Или заказать, у меня еще есть такая мысль, заказать там платформу, например, и на ней уже сварить новый фургон. То есть, вот как-то так, вообще, ремонтопригоден ли мой старый фургон? Его состояние вы видели, в начале видео мы все показали, поэтому буду очень признателен, если вы напишите, что вы по этому поводу думаете. Ну, а на этом все. Всем спасибо за просмотр, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Всем спасибо, и пока! Напишите обязательно, все ли мы сделали правильно. То есть, правильно ли мы выбрали кислот, правильно ли мы выбрали эпоксидный грунт вместо кислотного? Тули краску взяли? Да, тули краску мы купили. То есть, мы вам все это в видео показали. Вот, ребята, маляры, обязательно, пожалуйста, тоже как-то поспособствуйте, не поспособствуйте, а поучаствуйте в этом. То есть, подскажите, потому что я прям всю башку сломал и всем, короче, ее так же вытрахал, 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 прям вот по-другому и не скажешь. Огромное спасибо, прям благодарность от души ребятам, которые занимались, помогали мне, ну, собственно, занимались ремонтом моей галечки. То есть, соответственно, это Дмитрий из пескоструя и Рома, Роман непосредственно с покраски. Вот, передаю вам огромный привет и спасибо вам большое. В общем, всем спасибо и пока!